Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джокоплей и сегодня я с вами поделюсь историей династии Абрамсон. Уже заканчивается второе поколение и пришло время рассказать вам историю моей семьи. Запасайтесь вкусняшками, приготовьте себе чай, кофе, в зависимости от того, что вы любите употреблять. А я тем временем приступаю к рассказу интересной истории. История начинается с персонажа Юджина Абрамсон. За душой у него не было ни гроша. Ему пришлось заняться садоводством, чтобы было что поесть и устроиться на работу его мечты. Мечтой всей его жизни был спорт, поэтому над работой долго не пришлось думать. Все шло как по маслу, Юджин продвигался по карьерной лестнице, прокачивал навыки и зарабатывал деньги благодаря своему саду. Через небольшой промежуток времени он смог заработать на маленький дом, который был очень уютным и мне было обидно с ним прощаться в дальнейшем. Дни идут, а мы не молодеем и Юджину становится скучно, хотя он часто собирался со своими друзьями в барах, чтобы отдохнуть. В один день он решил выйти на пробежку. Когда Юджин возвращался домой, на дороге он увидел испуганного пса, который в дальнейшем станет верным его другом и спасет его от скуки. Однажды Юджин с Бакстером решил отправиться на прогулку в парк, где проходил мимо лавочки. На ней видел девушку, которая читала книгу. При виде этой девушки у него пролетает искра и Юджин решается подойти к ней и предложить сходить на свидание. Эту прекрасную персону звали Асуна, которая с радостью согласилась познакомиться поближе. После череды свиданий с Асуной, Юджин понимает, что это тот человек, с которым он желает связать свою жизнь и делает Асуне предложение. Свадьбу решили отметить в центральном парке Сан-Мишуна, куда были приглашены всеми знакомые персонажи, друзья семьи. Торжество было очень красивым, особенно Баксер в костюме с бабочкой. После торжества, как подобает, у них случилась первая брачная ночь с хорошими последствиями, так как после нее Асуна стала беременной и сразу же рассказала эту радостную новость своему мужу, впоследствии папаше. После радостного события наши персонажи решаются на переезд в новый, более просторный дом, где у каждого будет по комнате и им не придется толпиться в одной, как это было в старом. Как только они переехали в новый дом, Асуна рожает девчонку, которой дают имя Грета. И тут начитаются семейные хлопоты. Готовка, уборка, кормление ребенка, в общем Асуне есть чем заняться и скучать ей точно не приходится. Как только вырастает Грета, она целиком и полностью влюбляется в пса Бакстера, который с ней часто играет, охраняет и спит даже в ее комнате, вместе с ней. Чтобы окончательно не загонять себя повседневной рутиной, наши персонажи в свободный день отправляются в детский ресторан, где Грета может отлично провести время, играя на их детской площадке в шарах, а также с собакой. После активных игр Грета начинает засыпать и родители понимают, что пора отправляться домой. Как только Асуна уложила спать Гретту, Юджин предлагает пройти в спальню, где у них начинаются недетские игры. Ну вы понимаете. После таких недетских игр Асуна понимает, что снова беременна и со всех ног бежит рассказать эту новость папаше. Юджин был очень рад этой новости, так как не планировал останавливаться на одном ребенке. Наступает день рождения Греты, на который родители решают ей подарить котенка с очень забавным именем Лаверн Демонфор, так как они понимали, как ребенок любит животных, а они Гретту. В дальнейшем вырастает очень активный и озорной кот, с которым скачать вам уж точно не придется. После рождения второй девчонки, которую звать Руби, они решаются на перестройку дома, так как прежний не позволял проживать все вместе. У них появляется второй этаж, на котором умещаются детские комнаты и комнаты родительского досуга, а тем временем наша Грета вырастает и начинает внешне походить на свою мать. Но тут случается трагичная ситуация, уходит из жизни главный член семьи, это Бакстер. Переживали все, как персонажи, так и мы с ребятами на канале. К сожалению, это жизнь и ничего ты тут не поделаешь. Проходит время и девчонки вырастают, вместе с ними меняются их интересы. Грета становится панком, скорее всего здесь сыграл переходный возраст, а Руби в свою очередь становится более женственной натурой. В общем, две противоположности, но одного поля ягоды. Грета часто зависает на различных вечеринках и влюбляется в друга детства Кирана, который отвечает симпатии. Южин становится легендой футбола и прокачивается до верха своей карьеры, что и позволяет им переехать в более большой дом, где места хватит всем. Как раз он еще и побеждает лотереи и выигрывает целый миллион симолеонов. Тенег хватит и на новый дом, так еще и на детей останется. В более взрослом возрасте Руби понимает, что хочет заниматься музыкой, при этом не забывает делать домашнее задание и ходить на собрания скаутов. Днями напролет она прокачивала навыки игры на музыкальных инструментах, создавала музыку, а потом и вовсе выпустила клип. А Грета тем временем, хоть она и была бунтаркой, выросла воспитанной девчонкой, что в общем не походило на ее образ жизни. В семействе протекает все хорошо. Южин уходит на пенсию, а Асуна продолжает ухаживать за домом. И тут приходит день рождения Асуны, в который она решает устроить домашнее торжество. Благодаря своим кулинарным навыкам она накрывает потрясающий стол для своих близких. Все шло прекрасно до тех пор, пока она не увидела Южина без сознания. Врачи у Южина выявили болезнь, операция которой стоила очень больших денег. Асуна из-за большой любви к Южину решает обменять дом на более маленький, чтобы хватило на операцию. Но, к сожалению, это не дает плодов, и Южин умирает. Эта ситуация выбивает из колеи Асуну, и чтобы забыться, она начинает очень сильно пить. А девочки и в офисе впали в депрессию. Чтобы набраться сил, Грета решается пройтись по парку, где натыкается на своего возлюбленного, который целуется с незнакомой личностью. Эта картина поразила Грету, которая сразу же в лоб решает высказать все недовольство Кирану и ушла. Это очень сильно потрясло Грету, которая в дальнейшем решается на перемены в своей жизни. Сразу же применяется за преобразование своего образа из бунтарки в прекрасную леди, которая в дальнейшем уйдет в политику. Проходят дни, и Асуна решается собраться с мыслями и заканчивает свой плохой образ жизни. Девочки ее в этом поддерживают и помогают забыть горе утраты. Она продолжает следить за домом и садом, который принадлежал Южину. А Руби снова возвращается в музыку, где записывает свой первый альбом и проводит концерт. Из депрессии ей помог выбраться Кейси. Они с ним учились в старших классах. Все чаще и чаще они проводили время вместе и были не разлей воды друзьями. С оступлением зимы проходит множество праздников, один из которых абрамсы решают отметить вместе с Кейси. Асуна, наш потрясающий кулинар, наготавливает вкусных блюд, а девочки в этом ей помогают и готовятся к нему, выбирая наряды. И вот уже должно начаться семейное торжество, как случается непредвиденное. Уходит из жизни мать девочек Асуна. Для меня это было реальным шоком, так как это случилось именно в праздник. Но Кейси после своих постоянных резких уходов, которые не понимала Руби, решается сделать предложение, чтобы разрядить обстановку. Напомню, что он помог ей выйти из депрессии, что собственно и повлияло ему сказать «да». За все эти дни она его очень сильно полюбила. Дни идут, и наше семейство не унывает. Грета продвигается в карьере политика, а Руби становится мамой. Нил, так зовут сына Руби и Кейси, начинает самостоятельно о себе заботиться. Сам ходит на горшок, играет в кубики и любит потанцевать. Бывали такие дни, когда Грета помогала Руби и занималась ее сыном, так как сама была по уши в работе. Настает день, когда Руби и Кейси решаются обручиться и отметить этот день в семейной компании. Торжественное событие проходит в том же месте, где когда-то отмечали свое событие Асуна и Юджин. Но место с тех пор очень сильно поменялось. В общем, все прошло в уютной семейной атмосфере. Нил продолжает расти и решать свои проблемы сам, так как с детства ему пришлось привыкнуть к самостоятельной жизни. А что будет дальше, это уже другая история.